здравствуйте друзья сегодня я вас познакомлю с мониторами monkey banana turbo 8 базирующиеся на 8-дюймовом динамике басовом и однодюймовым купленном twitter посмотрите как они выглядят внешне прежде всего они отличаются оригинальным названием бренда сразу когда слышишь monkey banana думаешь о чем собственно говоря речь речь идет о мониторах причем сделанных германии немецкой фирмы диффузоры из пенополипропилена с керамикой очень интересно тоже видимо это авторская разработка по крайней мере именно таких конкретно и не видел нигде предложениях других компаний стало быть похоже на то что вещь оригинальная разработана в общем для этой серии серии turbo напомню а корпус оригинальным является прежде всего он имеет такую форму которая исключает большие поверхности которые резонируют громко и на низкой частоте то есть наиболее интенсивно слышимых при звукоизвлечении при работе излучателя возбудителя то есть динамика резонатор в частности низкочастотного видео пазы инвертор и так большие панели есть огромное зло в резонатора в частности здесь эта проблема частично но очень эффективно решается с помощью корпуса такой трапециедальной формы сложной он имеет частоту на простукивание даже слышимую выше чем была бы сплошная длинная большая панель и меньше интенсивности то есть менее громко слышны эти эти звуки почему я простукиваю с этим связываю реакцию динамика потому что это одно и то же динамик изнутри вообще будучи в монтированном в корпус возбуждает его колебания то есть паразитные колебания которые являются нежелательными при звукоизвлечении поэтому корпуса делаются д д д кейс мертвым кожи мертвый корпус то есть он не должен звучать вообще поэтому стенки корпуса обычно делать толстыми чем толще тем как бы опять же частота собственная частота панели будет выше интенсивностью ниже частности если вы помните я рассказывал что у меня сабвуферы обычно из мрамора вот он стоит один например он вообще никак не гудит как бы ты по нему не стучал как бы динамик внутри него не возбуждал какие-либо колебания и так что мы видим двухполосные мониторы это лейба светится при включении питания сейчас монитора ночью не отключил для того чтобы показать вам давайте подробнее рассмотрим заднюю панель здесь мы видим гнездо для подключения сетевого кабеля включатель питания он офф лейба monkey banana с адресом сайта turbo 8 это название модели ага собрана все-таки в китае однако разработана и спроектирована в германии собрана в китае ну ладно хорошо здесь некие параметры написано что это монитор ближнего поля с цифровым входом что-то диапазон 45 герц 30 килогерц мощность усилителя мощность усилителя мощность усилителя низких частот 80 ватт высоких частот 30 ватт совершенно очевидно что здесь by amping то есть раздельное усиление то есть цифровой кроссовер применен на входе оконечных усилителей и магнитное гранирование уж не знаю уж не знаю зачем оно надо но тем не менее вот он и есть верхней части задней панели расположен конечно же порт фузоинвертора это основа резонатора из коммутации что можно к ним подключить комбинированный разъем trs xlr принимает балансные входы по аналогу и небалансные входы принимая трсий разъем вот он стоит и цифровые спады и вход и выход причем есть переключатель правой левые при подключении по цифре по спдф можно назначать этому монитору быть правому или левому в вашем сетапе input mode аналоги ли цифра тоже вы переключаете здесь из регулировок есть низкочастотное управление некий небольшой триммер плюс-минус 6 децибел хотя это как бы немало но для бытовых нужд это вообще нисколько и выискочастотный триммер регулятор со средним положением фиксированными тот и другой плюс-минус 6 децибел регулятор уровня минимум максимум и распайка разъема xlr trs который здесь представлен панель утоплена заподлицо выполнено все очень аккуратно поверхность можно сказать матовая приятная тактильно на ощупь эта панель вы видите передняя панель накладка не толстая она выполнена вот так вот она декоративно очень хорошо решает этот комплект динамики можно сказать что мне очень нравится интересно как они звучат собственно я знаю конечно кривью душу я знаю как они звучат я хочу показать вам их отдельно крупненько вот так вот увидите фактурная какая поверхность довольно интересно видно что это какой-то комбинированный материал материал для поверхности диффузора для самого диффузора и то есть большое ноу-хау в аудио то есть каждый конструктор хвалится своим материалом диффузора частности ну и выскочастотный динамик закрыт довольно прочной сеточкой которая не даст возможности повредить динамик на цветастом сайте производители об этой модели мы видим что серия turbo представляет собой логичную полную линейку двухполосных мониторов и саб в одном дизайне и конструктиве что очень удобно для выбора модели по своим нуждам цифровой двухполосный turbo 8 это активный студийный монитор который предназначен для микширования и мастеринга в средних и больших аппаратных при этом является идеальным решением для мониторинга для профессиональных студий звукозаписи для мастеринга тоже кроме того данная модель является идеальным решением для диджей мониторинга заметно расширенный частотный диапазон понравится любителям высок аудио высокого класса и хай фай turbo 8 подходит не только для профессиональных студий но и для больших гостиных как мило вау 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 стоп даже автор наверное забыл о чем писал пишет что область применения для мониторинга ближнего поля с turbo 8 чрезвычайно широки ясно а то я было заволновался монитор среднего и дальнего поля появился у меня в студии а пацаны то не знали из желтенькой диаграммы справа мы узнаем что в основном модель позиционируется для сведения диджейства игры мультимедии слабее позиции в мастеринге еще слабее в инсталляциях что тоже противоречит первому абзацу про гостиная ну ладно может по-немецки этот текст выглядит более логично ладно посмотрим спецификацию вуфер 8 дюймов магнито кранированные из полипропилена с керамической мембраны так тут написано twitter 1 дюймовый шелковый купольный частотный диапазон от 45 герц до 30 килогерц регулировка высоких и низких частот плюс-минус 6 децибел на частотах 100 и 10 килогерц кроссовер частота раздела кроссовера 3 килогерца почти классика низкочастотный усилитель 80 ватт выскочастотный усилитель 30 ватт и надеюсь вы понимаете речь идет о бемпинге раздельном усилении про усилители для каждого динамика по полосам до выпускается в красном и черном цветах остальные параметры размер и вес на экране что ж любу еще хочу отметить вот эти вот подставки на которые вы видите стоит этот монитор она очень удобна тем что и постановки на рабочем месте на столе она позволяет направить монитор на меня на слушателя и этот и этот что создает более равномерное звуковое поле в частности по высоким частотам где диаграмма направленности уже чем на низких частотах что касается этих мониторов для применения в студии в быту здесь они у меня стоят для контроля здесь работают редакторы сюда заказчиками какие-то проекты они не работают в качестве студийных мониторов здесь но на них иногда происходит ослушивание материала с выявлением багов каких-то каких-то коррекций написания сценария обработки и так далее то есть мониторы неплохие в студии вполне уместно имеют необходимые интерфейсы регулировки для дома ну как вам сказать друзья мои звук этих мониторов заранее скажу пред 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 восхищая прослушивания он конечно является ярким эффектным что делает что создает дополнительные риски при сведении мастеринги с помощью этих мониторов потому что ваш материал может оказаться при этом немножко глуховатым потому что контроль у вас будет яркий на мой взгляд это не очень есть хорошо однако цели бывают разные слух разные вкусы разные в частности ли монитора очень любят молодые люди которые работают здесь приходят гости и сотрудники они все отмечают что эти мониторы им больше нравится чем не буду называть какие другие фирменные ну что ж надо посмотреть послушать как они звучат давайте посмотрим что внутри у этих колоночек очень очень даже прилично дорогие мои друзья коллеги и интересующиеся внизу вы видите динамик басовый верху twitter закрытый корпусом это деревянный корпус прячет к нему подходит провода это очевидно подсветка тот сама та самая лейба светящийся и собственно сам динамик провода укутаны пролоновые чехлы все на плате на панели коммутации залито потому что это не должен допускаться дребезг портфазоинвертора виде какой формы внутри все проклеена очень плотным войлоком нет не очень плотным как раз и рыхлым войлоком очень полезным для минимизации на средних частотах дребезгов и прочих неприятностей вот корпус увидите как устроен корпус этой системы он клеен естественно вот тут вот видно стыки панелей очень здорово очень здорово я попробую показать платы платы это smd монтаж тут особенно смотреть не на что все прилично все в пределах жанра вот еще кабель этим мы уже видели это еще один капель да тут он неудобно так натяжки находится видим что еще хорошего так это мощный тероидальный трансформатор я думал тут им пышным блок питания но похоже на то что трансформатор понижающие и радиатор огромный радиатор огромный для таких мониторов при усилителя класса d такие радиаторы не очень как бы нужны поэтому это все мне не очень понятно но наверняка это очень здорово и совершенно необходимо мы видим электролита опять же трансформатор на котором написано что это манки банана таки свой трансформатор заметьте особо тщательно за герметизированные разъемы вы видите которые выходят наружу они не должны пропускать воздух это герметичная панель на мой взгляд очень прилично очень здорово не буду терзать это изделие больше да он видно как заделан разъем xlr внутри все залито все прочное и надежно молодцы вот мы познакомились с этой симпатичной моделью осталось послушать как она звучит для этого я ее разместил студии в тех же условиях что и тестирую другие модели поэтому можно будет сравнить благо набор треков использую тот же а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова